Всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал. Так, сегодня у нас с вами оливьешечка делала сама, колдуны, кто не знает, это драники с мясом делала не я, помидорки это мамина закаточка, перепелиные яйца, не знаю зачем я взяла, знаю зачем, хотела украсить оливье, как-то по-другому его выложить, ладно, не факт, не суть. Что, наверное, всем приятного аппетита, я потом расскажу, почему я такая запыханная и вообще это трындец. Сейчас 6 вечера я только присела вообще, ну, все хорошо. Так, все, всем приятного аппетита, давайте перекусим. Ох, ты ж, е-мое. Колдуны свекрови. Я так на них. Так, сметана местная, известная, кто из Беларуси, хорошая сметанка, очень даже ничего. Жиденькая. А, ну 14, поэтому и жиденькая. Так. Я думала, я сегодня уже не сниму, честно говоря. Ой. Как же это вкусно. Сори. Сейчас это закроем. Их даже можно без сметанки есть, если честно. Я их когда забирала, они еще были очень горячие. Помидоры в собственном соку. Ммм. Ммм. Оливьешечку первый раз сделала не так, как обычно. Все понятно. Ммм. Отварная колбаса, курица, говядина. Стандартный вариант. Ммм. В лосось еще добавляют. В этот раз я добавила колбасу. Сейчас скажу, как было. Ммм. Ммм. Жарко. Я так, ребят, я так забегалась. Честно. Я не утрирую абсолютно. Колбаса, значит... Копченая на дровах называется. Не знаю, у кого есть в городе. Вот у нас несколько вариантов есть. Там разные производители делают очень вкусную колбасу. Она такая копченая-вареная. Но она вот просто в этом салате бесподобна. Я положила два. Конечно же, два я не съем. Потому что они очень огромные. Мы уже ели. Юрьевна делала их на 8 марта. Тоже я прям удивлена была. Потому что я лично обожаю такое блюдо. Просто. А strikes на 10 марта. значит ребята сегодня мой первый выходной я должна была много чего должна была сделать на машине все там и забрать бабушку из больницы никиты бабушку я вот говорила что у родственника травмы операцию делали пришлось сделать повторную операцию это просто жесть вот должна была бабушку забрать из больницы маму отвезти на дачу все сегодня и вчера приходу я это знал уже все вчера я прихожу с работы вчера он мне говорит в общем я проверял колеса хотел подкачать и заднего колеса я так понимаю там где ниппель вроде это так называется короче все что-то вылетела сейчас стоит на запаске так что улицами завтра нужно будет еще перед тем этим заехать на шиномонтажку у меня в планах было снять мукбанг потому что я понимаю что уже сколько шесть или семь дней нет правда я уже сама не могу мне это все раздражать мне это бесит что я хочу это снимать мне это нравится но у меня как-то вот реально ребята вообще не получается последнее время у нас тут долбаный капремонт понимаете что тут про тут такая вакханалия творится тут последние два дня ну с эти сама можно было ладно рассказываю думаю ладно мукбанг все равно снимать не буду утром потому что нужно после вот они заканчивают пять вечера как бы нормально хорошо я встаю сегодня утром нужно на монтажку сидела в 7 утра некий-то пошел на работу захар приболел он дома доделываю салат у меня в планах было вообще не так у меня в планах был салат оливье и бутерброды как делал никитос его фирменное это с яйцами этими не бенедикта как они называются там где раз желток не важно кто увидел тот видел вот думаю ну ладно хорошо приеду после всех дел и как бы сниму мукбанг так еду на монтажку слава богу она здесь недалеко приезжаю правда машин много все меняют уже колеса как бы с зимней на летнюю ну правда ребята так ко мне подбежали сразу это все дела там типа девушка что вы хотели я горю ну как бы вот на такая проблемка они посмотрели вы получается машина была на запаске извиняюсь вот и в основное колесо лежала в багажнике они посмотрели это без проблем это очень пятиминутное дело они взяли колесо все сделали я говорю посмотрите пожалуйста ребята еще остальные колеса чтобы не было такого потому что тоже как-то стремновато все все сделали я звоню у никитос и маме спрашиваю типа так и так что там бабушка нет бабушка еще не выписывает ну ладно бабушка не выписывает тогда поеду в магазин мне нужно было забрать там кофту европочкой пришла вот это кстати ники если что вот потом мне нужно было ехать к маме именно домой забрать еще вещи там много у нее всяких у нее в квартире ремонт и она все перевозит на дачу я поехала к маме все забрала думаю поеду сразу к бабушке в больницу она еще не звонила там и мама никита со не звонила думаю буду просто сидеть ждать правда я приезжаю она практически готова была уже верю забрала и повезла домой выбегает моя свекровь ужасное слово свекровь честно мне он так не нравится све кровь это что-то такое не очень приятное я и называю анна юрьевна поэтому выбегает она юрьевна и такая бабушка сначала заходит а потом юрьевна убегает где оля боже мой что случилось у нас таким контейнером этих колдуна быть они счет горячие игры о отменяется значит мои бутики будут колдуны вот а вот по и потом значит я забираю эти колдуны и недалеко получается мы живем вообще в одном районе именно наша квартира бабушка вот мама и дедушка живут в доме большом тоже недалеко от нас и вот в конце практически этого района работает моя мама в радиационном центре ну все я звоню маме так и так отлично все она выходит я ее отвожу на дачу почему я с помидорками сегодня они тоже не должны были быть но мама мне надавала закаток очень вкусных это томаты в собственном соку ну это анрел вот и еду домой в общем и целом выехала я ну в начале одиннадцатого наверно а приехала почти в шесть как-то так и Субтитры сделал DimaTorzok А Никита вообще Он работает до шести И получается все получилось в одно время Я приехала и говорю Никитос, я буду снимать Я говорю, ну хочешь приходи Просто Захаром в другую комнату побудешь Да и все Он такой, да ладно, я на улице прогуляюсь Я если честно себя как-то почувствовала Так не очень, думаю, боже Ну я как бы предложила Говорит, да не, я тут прогуляюсь Говорит, потом, когда снимешь, наберешь мне Мне По-моему, уже пару раз девушка написала Как-то под прошлыми видео Да, под последними Оля, вы как-то изменились Ну и с таким вот контекстом Даже под, наверное, контекстом Что не в лучшую сторону В плане внешности Ну, наверное, это я так подумала Да, ребят, я поправилась Я сама это знаю Это очень ущербно и прискорбно Я с этим борюсь Правда И я надеюсь С понедельника начинается Великий пост Те, кто на меня давно подписан Знают, что мы его соблюдаем Наверное, уже четвертый год Будет, как мы будем соблюдать То есть 40 дней Это без мяса Без там всяких Молочных продукций Ну, в общем, такого Без алкоголя, без всего Ну, я не для этого Не для похудения, конечно Соблюдаю пост И я не скажу, что я прям такая верующая Хожу каждое воскресенье в церковь Я верующая Просто мне это Как-то в один момент Стало по душе Не знаю, с чем это связано Мне как-то хорошо Вот я соблюдаю пост Я... Это же пост не только в еде зависит, да? Не в этом только зависит То есть я пытаюсь как-то Не думать о плохом Плохие мысли из себя Как-то изгонять, стараться Вот честно Мне Вот я почти 40 дней Потом настает Пасха И вот мне как-то прям так легко В этом году, к сожалению Я не попадаю в церковь на Пасху Я всегда в деревне Как бы мы... Это вообще класс Я работаю Ну По поводу того, что поправилась Да, поправилась И меня это тоже очень тревожит И, естественно Как очень многим людям Мне это не идет Как мой папа Сказал бы Меньше нужно наяривать ложкой Это точно Так что, ребята, да С понедельника Мукбанги Становится Чуточку скуднее Но В том году Я готовила Лобио Всякую там Пасту С томатами Хинкали мы ели С грибами Ну, то есть Можно что-нибудь придумать Вот здесь и салатик Сюда поставить Не, ну Один колдун съедаешь И все Это, конечно Очень вкусно Очень вкусно Все Мой пупсики Буду заканчивать Завтра Возможно Тоже с вами Свяжусь Как-нибудь Можно Мы будем делать Шашлык Напоследок Так сказать Поэтому Не обещаю Но возможно Все, ребятки Не забываем Подписываться На мой телеграм-канал Также лайки Подписки Ну, вы в курсе Всех люблю Всех целую Всем пока Пока